Итак, всем привет снова из Ремш. Я Алексей Саватеев, если вдруг кто на этом канале не знает об этом, я в Майкопе. Я разбираю задания седьмого класса минувшего математического праздника. Ну не все, а те, которые мне очень понравились. Первая задача мне очень нравится. Прямо очень. Так, с этой ноской надо быть аккуратным, всё надо возвращать на своё место. В ребусе я ем змея. О-о-о, я ем змея. Равно 2020. О-о-о как, прикол. Замените каждую букву в любой левой части равенства цифрой или знаком арифметического действия. Одинаковые, одинаковые, разные по-разному, в том числе и знак. Если одинаковые буквы, то он должен быть одинаковый. Так, чтобы получилось верное равенство. Пояснение не требуется. Но дело в том, понимаете, вот как научиться решать такие задачи. Ну что, я сейчас напишу ответ, никого смысла в этом нет, там тоже есть ответ. Давайте я вам объясню, вот, наверное, самое интересное и важное в этом выпуске. Как я бы их решал, если бы я был семиклассником. Я бы увидел такую задачу. Чтобы я первое заметил, да, чтобы я вам объясню, как я пришёл бы к этому ответу. Конечно, я бы её решил. Это не очень сложная задача, очевидно. О, следующая, кстати, будет повторять вторую задачу из 6 класса, так что её разбирать не надо. Вот. Так вот, как бы я размышлял. Ну вот, у меня написан полиндром. То есть, у меня написано выражение, которое одинаково выглядит. Тут очень много совпадающих цифр. И там много совпадающих цифр, да, в 2020. Какие аргументические действия вообще бывают? Плюс, минус, умножить и разделить. Если я буду использовать минус, то мне придётся какие-то скобки, наверное, ставить или не ставить. Ну, вот из чего, что я могу, ну, как бы, заминусить? Ну, вот как, если я буду использовать минус? Вот если я здесь минус поставлю, то у меня три значные числа вычитаются, да? Ну, как бы, не достану до 2020. Если я здесь поставлю, здесь ещё раз надо будет его ставить. Ну, конечно, может быть, там какая-то ещё. Ясно, что это не, ну, как бы, ну, это ясно, что не подходит. Ну, вот, как бы, минусовать и делить не получится, слишком мало. Тут слишком мало реально букв, чтобы минусовать и делить. По той же причине плюс не подойдёт. Потому что, если он здесь мы не достанем до 2020, два трёхзначных числа в сумме 2020 не дадут. А если я поставлю его здесь, мне придётся ещё раз его ставить и опять маловато. Цифра плюс трёхзначное число плюс цифра, да? Или там двузначное плюс однозначное плюс двузначное. Ничего не выходит, должно быть умножение. Ну, вот, никогда не крути, ясно, что здесь есть умножение. Хорошо, теперь я себе поставлю здесь умножение. Фигушки, понятно, да? Что трёхзначное на трёхзначное будет взглядом больше, чем в 2020. Либо здесь будет ещё два умножения, но тогда получится. То есть, каждое следующее умножение дублируется. А значит, если я поставлю ещё одно умножение, будет три умножения, будет четыре цифры в произведении опять, четыре цифры. Ну, четыре цифры в произведении 2020 не дадут. О! А почему не дадут? А вот это уже вопрос творческий. Давайте, прежде всего, разложим его на множители и поймём, дадут или не дадут. Ну, каждый из нас 31 декабря, у нас такая добрая традиция, да, из фильма с лёгким баром. Каждый год мы 31 декабря ходим в баре. А я каждый год 31 декабря раскладываю следующий год на множители. Поэтому я отлично знаю, как выглядит это разложение. Дважды, дважды, пять и стоят. И видно, что у нас тут три только цифры, а четвёртое – это уже число. И поэтому не получится, трёх знаков умножения здесь не должно быть. Ну, а значит так, как бы, остается только что их, ну, их ровно два. То есть, если какой-то знак умножения… Да, ясно, что какой-то знак операции есть, иначе это пятизначное число. То есть, соответственно, знак умножения – это либо m, либо e, либо… Всё, больше нет вариантов. Я не может быть, умножать мы не можем вначале, да? Значит, это либо двузначное умножить на однозначное умножить на двузначное, не получится, потому что есть делительство один. Значит, соответственно, не получится у нас так. Нельзя разложить по-другому основной теоремой аритметики. Поэтому мы точно знаем, где есть умножение. Оно обязательно в e. Ну, теперь уже, наверное, восстановить несложно. Две цифры одинаковые – это только дважды два. Других вариантов здесь нет. Ну, а трёхзначное число – это пять из сто один, то есть пятьсот пять. И задача решена. И, кажется, мы заодно доказали, что это единственный вариант. В общем-то, да? Ну, там, побахали руками с минусами и разделить. Я думаю, что это можно довести до строго доказательства. Вариант ровно один. Как мне кажется, вот так вот. Что он ровно один. Отлично! Да, все, поехали! Это отличная задача. Мне она очень понравилась. Следующая задача – про яблоки. Ну, третья. Вторую пропускаем, потому что она совпадает с той, которая в шестом классе. А следующая задача – это задача про яблоки. Давайте я её притормаживать немножко. Сейчас, сейчас, сейчас. Всё. Сформулирую. На столе лежат шесть яблок. Не обязательно одинакового веса. Таня разложила их по три на две чаши весов, и весы остались в равновесии. Занесём этот факт в аналы. Сумма каких-то трёх чисел равна сумме оставшихся трёх чисел. Ну, это веса яблок. А Саша разложил те же яблоки по-другому. Два яблока на одну чашку и четыре на другую. И весы опять остались в равновесии. О! О! Вот это прикол! И что же хотят? Докажите, что можно положить на одну чашку весов одно яблоко, а на другую – два. Так что весы останутся в равновесии. Блин. Сказал, что люблю. Сам я, на самом деле, не очень люблю такие задачи по-честному. Ну, давайте я попробую решить. Ну, если не решим – опозорюсь. Я не буду считать решение, я просто попробую решить сам. Значит, итак, значит, что происходит, да? Ну, да, мы понимаем, что мы хотим доказать… Что мы на самом деле хотим доказать? Это же ясно из этой картинки, что одно яблоко переложили сюда, а два отсюда туда. И поэтому, как бы, это вот одно и компенсирует два оттуда. Но это же надо доказать, да, что не произошло как-то по-другому. Ну, давайте эти обозначим 1, 2, 3, там, например, да? А эти 4, 5, 6. Вот. Значит, теперь посмотрим. Вот здесь может ли вся группа лежать целиком? Нет, потому что она половина, если еще надоложить, уже будет перетягивать вниз. Так же понятно, что здесь не лежат две из группы. Вот, 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 кстати, очевидно сразу. Здесь не могут лежать две из группы, иначе они сразу уедут вверх. А это самое утверждение, кстати. Это одинаковое утверждение. Значит, на самом деле, группы перемешаны. То есть, грубо говоря, вот здесь точно лежат первое и четвертое. Ну, не важно, как их переименовать, да? А здесь, соответственно, второе, третье, пятое и шестое. То есть, здесь есть два яблока из одной группы, а там, соответственно, два из этой, два из этой. Ну и все. Ну и все. Это означает, что третья, первое и четвертое, да? То есть, третье яблоко и не все. Сейчас, первое и четвертое, а там третье, второе, третье, пятое и шестое. То есть, сейчас, значит, вот раз и вот два, они здесь, а те здесь. Так, и мы хотим доказать, что... Не, ну да, 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 все. Это значит, что я отсюда забрал второе и третье, отсюда четвертое. Реально, при переходе отсюда туда. Ну и все, значит, второе и третье равно четвертому. Потому что раз было равновесие и стало равновесие, а я заменил здесь четвертое на второе и третье, то все. Все доказано. По-моему, все правильно. Вроде правильно. Но тогда очень просто получилось. Ну ладно, может просто. Так, Геома. Геому я, пожалуй, пропущу. А, ну давайте я сейчас остановлю и в следующем я супер задачу расскажу и, может быть, расскажу Геому. Сейчас я попробую в него врубиться. А вот супер задача это промо, это Маркелова Юра. Вот. Короче, сейчас ждите продолжения.